В этом видео я хочу поговорить про самые распространенные ошибки при работе с газобетоном. Я ни в коем случае не претендую на строителя номер один, но тем не менее за 12 лет своей работы мы выполнили очень много ремонтов в новостройках и в ванных комнатах. Поэтому у меня есть чем поделиться. Во-первых, это мой опыт, а во-вторых, та информация, которую я получал на каких-то обучающих курсах. Видео мы с вами построим следующим образом. На примере своей квартиры я буду выстраивать себе перегородки и объяснять каждое свое действие, показывать, как делаю я и что будет, если сделать по-другому. В общем-то, за вашим экраном, как всегда, Давыдов Сергей, мы начинаем. Перед тем, как начать строить новые перегородки, мы сделали демонтаж. Далее развели временную электрику, потому что здесь не было вообще ничего, и хорошенько убрались. Для того, чтобы на полу можно было нарисовать те стены, которые у нас будут в дальнейшем. Нарисовать перегородки на полу нужно обязательно, для того, чтобы потом походить между них и понять, что нужно исправить. В моем случае, когда мы уже все нарисовали, я понял, что туалет можно немножечко заузить, а вот в ванну сделать побольше. В общем-то, мы сделали небольшое отклонение от проекта, и тем самым никаких проблем у нас в дальнейшем не возникло. Также впервые в жизни при уборке использовал циклон. Циклон я купил готовый у ДЛТ, но в принципе он изготавливается самостоятельно. В интернете много видео, поэтому кому интересна эта тема, обязательно попробуйте. Лично я был очень удивлен, когда мы 3 или 4 дня пылесосили всю квартиру, весь мелкий мусор. Пылесос всегда работал на полную мощность, а мешок оставался чистым. Для укладки газобетона я буду использовать специальный клей Volmo Block. Это очень эластичная смесь, и ей очень легко работать. Здесь я работаю в отапливаемом помещении при плюсовой температуре. Но если вы будете делать укладку при отрицательной температуре до минус 15 градусов, следует использовать Volmo Block морозостойкий. Привязывать стены между собой мы будем с помощью арматуры длиной 40 см. Для этого я решил быстро изготовить самый простой шаблон. Какой-то серьезный шаблон делать не стал, потому что привязка буквально в нескольких местах. У нас дом монолитный, здесь армировать стены ни в коем случае нельзя и не нужно, потому что это может только сыграть с нами злую шутку, арматура может разорвать стены. Перегородки, которые мы будем строить, не несут никакой несущей нагрузки. Они просто должны быть привязаны к уже имеющимся стенам. Многие скажут, что можно привязывать с помощью подвесов и так далее. Я так раньше делал, и постоянно у меня с этим были какие-то проблемы. Две арматуры привязывают намного лучше, поэтому будем делать именно так. Каждый второй ряд мы будем привязывать с помощью арматуры восьмерки. Все вот такие вот моменты, где у нас идут небольшие откосы, мы никакую армировку не будем делать, потому что это не имеет никакого смысла. Опять же повторюсь, у нас здесь каких-то глобальных нагрузок не будет, и если и делать армировку угла с помощью арматуры, то это необходимо делать только если мы строим какой-то дом, если это стены несущие. Вообще по нюансам я все рассказал, приступаем к работе. Итак, приступаем к установке самого первого ряда и к первой ошибке, которую я часто наблюдаю. Первый ряд всегда необходимо устанавливать именно на плиту, либо, как в моем случае, на монолит. Если у вас уже есть какая-то стяжка, то необходимо прорезать канавку до капитального основания и именно на него устанавливать первый ряд. Если в квартире, в которой вы работаете, уже есть стяжка, то необходимо проштробить под толщину блоков тот самый фундамент, в который и будет закладываться первый ряд. Второй важный момент. Лично я считаю, что первый ряд необходимо укладывать на цементный песчаный раствор. Не использовать при этом клей, а именно на него, потому что он не даст просадки и проблем со стенами у нас не будет. Если мы установим пеноблоки на стяжку, то все равно в течение трех лет будет какая-то просадка. Это мы часто наблюдали в новостройках, где до нас кто-то построил стены и приблизительно через год в ванной начала лопаться плитка. Причина оказалась очень простая. Дело в том, что новая перегородка была привязана уже к имеющейся и выложена она была на наливной пол. Также обратите внимание, что блоки между собой я склеиваю с помощью клея для блоков волмоблок. Толщина швов между блоками не должна превышать 5 мм, потому что в противном случае мы получим мост холда. Но в квартире, в перегородках это не так страшно. Но помимо этого мы получаем также и звуковые мосты, которые уменьшат звукоизоляцию. Соответственно, чем меньше будут швы, тем в целом и кладка будет крепче, и звука будет меньше. Также небольшой совет. Если у вас по полу есть довольно большой перепад, то лучше всего и удобнее сделать небольшой так называемый фундамент из цементно-песчатного раствора. И примерно на следующий день можно будет спокойно уже укладывать блоки. У меня здесь блоков было немного. Перепад был в районе 1 см. Я решил не париться и уложить потихонечку, никуда не торопясь, все блоки. При укладке первого ряда суперточность по вертикали абсолютно не требуется. Самое главное это посмотреть углы, чтобы потом не добавить себе лишней работы. Ну а если даже и первый ряд будет немножечко наклонен, то уже с помощью второго, когда мы начнем и продолжим укладку, мы все это выровняем. На следующий день не забываем хорошенечко смочить раствор под первым блоком, для того, чтобы он набрал большую прочность. Далее можно приступать уже к основной работе, но прежде я хочу рассказать, как мы делаем привязку к стенам с помощью арматуры. Здесь есть некие нюансы, поэтому сейчас сразу их разберем и продолжим. Привязку арматуры необходимо делать с помощью двух прутов, чтобы привязка сама правильно работала. С бетонными, с кирпичными и всеми твердыми стенами проблем никаких нет, потому что мы сначала засверливаемся под углом, затем наносим туда немножко раствора, засовываем арматуру и немножко ее подгибаем. Таким образом, нам не нужно заранее снимать блоки, что-то размечать, мы четко попадаем и заводим арматуру туда, куда нам нужно. Опять же, повторюсь, я никого не призываю делать именно так. Вы можете делать это с помощью подвесов или как вам удобно, но лично я считаю, что вот это гораздо надежнее, чем использование мягких подвесов. По поводу полной армировки рядов я уже сказал, а тем не менее, повторюсь, в квартире, особенно в монолите, делать этого не нужно. Здесь у меня какие-то просто небольшие простеночки, которые мне необходимо хорошо привязать к уже имеющимся стенам. Даже если монолит начнет со временем вдруг вести, это может быть, так как это новостройка. Ничего с позагреваемым блоком, с пеноблоком, с газобетоном, кому как удобнее не случится, потому что здесь никакого большого напряжения арматура не создаст. Арматура может создать напряжение в таком случае, если у нас полностью перевязанный ряд, там действительно может поломать блоки, и, в общем-то, так делать не нужно. Если бы я просто привязал обычными уголками, то они не работали бы так, как работают две арматуры. То есть на отрыв арматура упирается одна в стену, а вторая работает на отрыв. В общем, не будем заморачиваться этим. Если у вас есть свое мнение, обязательно пишите про это в комментарии. Следующий момент – это привязка блоков к блокам, и здесь немножко все сложнее. Мне заранее необходимо выставить отверстие, потому что согнуть вот так арматуру в мягких блоках, как вы понимаете, не получится. Блоки будут рассыпаться, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому мы просверливаем без удара отверстие нужного диаметра, дальше мы максимально качественно пытаемся забить туда раствор, чтобы сделать что-то наподобие химического анкера, и процедура выполняется точно так же. Ну и теперь, когда мы все нюансы обсудили, можно замешать полведерка клея волмоблок. Замешивать много не нужно, потому что расход у него небольшой, и, в принципе, на два часа работы, я думаю, мне хватит. И пока я приготовлю смесь, я постараюсь предугадать комментарии, которые будут писать. А почему же я начал укладывать блоки именно на клей, а не на пену, как это сейчас модно? Ответ очень простой. Для укладки на пену нам необходимы максимально качественные блоки, чтобы они были одного размера. Если они не одного размера, то их постоянно придется шлифовать. А если мы работаем на смесь, то до 5 мм мы можем нивелировать вот эту погрешность. Поэтому, лично мой взгляд на эту ситуацию, что на специальный клей работать намного проще. Работу, кстати, приобрели новый миксер от DLT с двумя венчиками, и сразу же соорудили вот такую вот мойку, просто из подручных средств, для того, чтобы попробовать. Действительно, все работает, венчики моются хорошо. Нужно просто взять поглубже ведро, и будет вам счастье. Дальше покажу, наверное, очевидную хитрость, как можно контролировать вертикальность стен с помощью лазерного уровня. Лазер отставляется примерно на 2 мм от стены, и когда мы укладываем, с помощью шпателя можно проверять, все ли у нас в порядке. При этом ни правила, ни уровень не нужны. Также в начале и в конце кладки можно нашить направляющий профиль, который будет служить опорой первого блока, что упростит задачу. Но здесь я этого сделать не стал, мне и по лазеру все очень хорошо видно. Даже дорогие блоки имеют небольшие перебады. Чего уж говорить о тех, которые идут по средней цене. Для того, чтобы не заморачиваться, не отвлекаться на все вот эти нюансы, а спокойно укладывать просто под гребенку, мы будем шлифовывать с помощью обычной наждачки и вот такой вот держалки, которую изготовили из подручных средств. Делается это очень быстро, буквально 5 секунд, и у нас идеально ровная поверхность. Продолжаем укладку блоков. Также хочу обратить ваше внимание, что когда мы блоки укладываем на специальный клей, смачивать блоки не нужно. Единственное, если мы шлифовали ряд, его можно немножко обеспыливать с помощью воды. А вот если мы работаем в жару, то смачивать блоки не помешает. Для нанесения клея на блок я использую обычную гребенку, потому что здесь у меня небольшой объем, и разогнаться в общем-то некуда. Но если бы у меня были какие-то длинные стены, я бы, конечно же, изготовил бы такой небольшой коробок, который позволяет быстро и аккуратно наносить клей на целый ряд. Это вам на заметку. Коробов таких в интернете очень много, и обязательно посмотрите, если вы планируете большую работу. Некоторые стены я выполнял без лазерного уровня, с помощью обычного пузырькового. Смысл от этого не меняется. Главный момент, что если нам необходим блоки немножечко наклонить в нужную нам сторону, делать это легко с помощью клиньев от СВП. Также подойдут обычные плиточные клиньи. Ну и немного хотел поговорить про саму работу. Вообще, работа выполняется несложно. Самое главное, это первый ряд заложить как положено, не на стяжку, а на основание. И потом уже с помощью гребенки наносим везде равномерный слой клея, и в принципе блоки какой-то корректировки практически не требуют. Там есть какие-то скачки, мы просто их немножечко подравниваем между собой. Также периодически берем длинные провилы и проверяем всю плоскость. Ну или как в моем случае, я проверяю лазерным уровнем. Да в принципе я всем пользуюсь и лазером, и провилом. Как-то уже просто привычно это. Работа проходит, я бы сказал, очень быстро. Перегородки в принципе можно построить при желании и за один день. Ну, то есть когда у нас уже заложен первый ряд. Потому что размер блоков позволяет это делать быстро. Самое главное, что если вы делаете это первый раз, я не рекомендую делать это на пену. Пена неплохой материал, работать с ней на первый взгляд кажется легче, но если у вас вообще до этого не было практики, то клей будет намного удобнее. Я лично постоянно работаю на клей, и на пену просто для интереса пробовал пару раз поработать. Также одна из рекомендаций, которую тут я не стал ничего показывать, это не нужно пытаться прям идеально выпиливать блоки в дверном проеме. Лучше вы сделаете дверной проем поуже, потом, после того, как вы все уже выложите, вы сможете легко их подровнять. Газобетон такой материал, который обрабатывается очень легко. Клей волмоблок очень хорошо распределяется под газобетоном. Буквально небольшую вибрацию мы даем на сам блок, и имеем хорошее заполнение под ним. Кстати, чуть не забыл по поводу штрабления блоков. Понятное дело, что проще всего это выполнять с помощью фрезера и так далее. Допустим, у меня фрезера нету, поэтому все подручные средства будут хороши. Здесь мы начали это делать с помощью алмазной коронки с вакуумной пайкой и пылесоса. Делается это довольно-таки просто и быстро. Ну и теперь мы плавно подходим к изготовлению перемычек над дверным проемом. Можно их делать абсолютно по-разному. Я решил показать свой способ. Тут нет ничего сложного. И заранее собрать перемычки на полу, я считаю, что это максимально удобно, чем потом, когда мы поставим блоки, пытаться их вырезать по месту и так далее. В общем, вы можете делать это как хотите, я же покажу, как делаю это я. Заранее подогнав два блока по высоте, я вырезал цельную перемычку, которую склеиваю с помощью пены. Роль армировки будет выполнять две арматуры 10 мм с двух сторон. То есть с двух сторон еще проштрабил две канавки. Ну, можно было бы это сделать все и по месту, но опять же я посчитал, что заранее это сделать будет гораздо удобнее. Через два часа пена высохла и можно спокойно делать с этими перемычками что угодно. Первую перемычку выполнял я, вырезал все идеально. Вторую перемычку выполнял мой напарник. Не знаю как, но почему-то с размерами он немножечко не угадал. В общем, в итоге я решил ничего не вырезать. Говорю, все, что ты накосячил, мы обязательно об этом расскажем. Пусть тебя уже рассудит наш зритель. Но ничего страшного на самом деле не произошло. Тот самый кусочек, которого не хватает, мы сейчас просто склеим и все у нас будет отлично. Ну и после установки наших перемычек сразу же их армируем с помощью арматуры 10 мм. Также обратите внимание, что просто под дверной проем вставить арматуру и оставить ее без раствора нельзя, потому что в таком случае никакой несущей способности она выполнять не будет. Ну и последний, но очень важный момент. Верхний шов не стоит забивать раствором. Лучше всего это сделать с помощью монтажной пены, потому что таким образом мы делаем две самые важные вещи. Первое, это хорошую звукоизоляцию между помещениями. И второй важный момент, это деформационный шов, который будет отыгрывать напряжение стены. Если забить просто эту щель раствором, тогда со всех сторон у нас, получается, стенки будут деваться некуда и, скорее всего, будут появляться какие-то мелкие трещины или вообще стена может лопнуть. Друзья, на этом у меня все. С вами был, как всегда, Давыдов Сергей. Всем пока!